Здравствуйте, я Олег из Саратова с братом Рафиком. По-прежнему торгуем овощи, фрукты, нареньки, вот это, вот это, гамлета, джинсовочку это, приобрел, моднявую. За полторы тысячи, говорит, это по дешевке, надеюсь, не на дурильную, я его знаю, вот. Так-то я все знаю, все понимаю, это в любой вещи разбираюсь. Жена Этери у меня есть, цветочек мой. Вопросы мне задают, чтобы тоже все знать. Этери, что ты меня спросил последний раз? Алик, Алик, я слыхала, что скоро вот этих талибов исключат из списка террористов в Альме, это правда, что ли? Шуми, 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 да, это действительно вот это радостное событие, тут я тебя даже сдерживать не собираюсь, вот. Вот эти самые талибанчики, которые до сих пор входят в список экстремистских террористических запрещенных на территории Российской Федерации, в скором времени избавятся от этого позорного статуса. Об этом заявил во всеуслышивание спецпредставитель нашего президентика по Афганистану человек по имени Замир Кабулов. О, это как вот совпадение-то какое, эй, Кабулов, Кабул, эй. Министерство иностранных дел совместно с Федеральной службой безопасности и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения талибов из так называемого террористического списка Российской Федерации. «Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято». Слышали, да, вот, да. Видите, дай платочек, ну это, слезы, аж текут радости и счастья, этот день мы приближали, как могли. Ну, наконец-то два братских народа, ну, встретимся и никаких припонов между нами не будет. Вот. Это же этот Афганистан, это вот этот талибан. Ну, пока они еще входят, конечно. Это же такие духовные люди. Это вообще-то не сыскать на всем белом свете традиционные, высокодуховные, чем они. Мы будем развивать наши отношения по самым различным направлениям, например, и партнерским самым главным. Мы им будем, например, посылать им деньги, а они нам будут посылать духовность. Они нас будут обучать, например, добродетели и искоренению порока. Вот они недавно у себя приняли там закон, по которому женщина, выходя из дома, обязана полностью закрыть свое тело, лицо и не произносить ни слова на публике, не потому что женский голос – это голос порока, вот эта духовность у них такая. Они с нами поделятся опытом вот в этом вопросе. Или мы будем посылать им, например, нефть, а они нам будут посылать, как сказать, новый взгляд на культуру. У них, к примеру, запрещена всяк чертовой матери музыка, а все музыкальные инструменты, которые есть, там гитарчики, все остальное, они пустили вот это все на уничтожение, к чертовой матери раздолбали. Так что гитаристы, вы готовьтесь, понимаете, в рамках дружбы и сотрудничества с Афганистаном еще неизвестно, ваш инструмент будет узаконен или нет. И по разным другим направлениям будут наши детишки, например, российские, россиянчиковские отправляться в лагеря Афганистана отдыхать, как они отправляются отдыхать в лагеря, например, Северной Кореи. Будут наши ученые, делегации туда ездить с всякими там этими лекциями, со всякими симпозиумами туда вот в Афганистан будут ездить, в надежде, что потом родственники их выкупят оттуда. Ну, короче, все будет в самом наилучшем виде, ну, космически, само собой, вот эта тоже отрасль будет совместно развиваться вместе с афганистанчиками. Лишь бы, еще раз говорю, снять вот эти преграды. Слава Богу, что Россия под руководством мудрого Владимира Владимировича Путина обретает все больше новых и новых друзей, хороших друзей, а от старых плохих избавляется. Вот, например, вот эти все европейцы чертовы, брюссельцы, вот эти вот, и американцы, и вашингтонцы, бездуховники, гегемоны, они нам не нужны. А афганистанцы, вот эти духовники, нам наоборот нужны. И мы вот выстроим, вот у них есть вот эта ось Брюссель-Вашингтон такая, да, вот это в мире, типа, они моды какие-то устраивают. А у нас будет Москва, Кабуль, и еще мы посмотрим, кто кого.